Так, всем привет! Нас немного, но мы в тельняшках. Начнем обсуждение, собственно. Мне мои тестировщики, все задали вопрос. Мы не знаем ответов на этот вопрос. Я сказала, что я пойду на конференцию, все узнаю, принесу вам ответ. Вот, поэтому автоматизация, тестирование, интеграция по Кавке. Есть ли какие-то мысли, у кого-то какой-то опыт, с чем уже работали? Можете проблему раскрыть? Что? Можете проблему раскрыть? Ну, проблема такая. Значит, у нас автоматизация, там, UI, все дела, красота, да, идет. Но у нас есть две подсистемы, которые общаются между собой по Кавке. И вот интеграцию вот эту, собственно, между двумя подсистемами по Кавке, ее как бы автоматизировано не проверить, потому что там очень много методов, данные всегда разные, куча сложностей. UI сложнее проверять. наоборот, наоборот, чем вот сервисы. Ну, то есть не то, что прям сложнее и сложнее, но как бы это немножко разный, и UI это более верхнеуровневая, и как бы вот по Кавке как раз таки сервисы, это, ну, API-тесты по факту, то есть там можно написать, как раз проверить процедуру. Ну, то есть там, да, может быть много сценариев разных, но это реально. То есть у нас, например, на Python написана вот обвязка, где мы вызываем сервис, передаем данные и проверяем. То есть у нас идет вызов сервиса, дальше вызов процедуры хранимой баз данных и, собственно, проверка. Ну, то есть, а вот именно интеграция, она идет вот через Кавку. И как бы вот мы поднимаем, то есть сами очередь поднимаем, и она вполне себе работает. Этот проверяли? Проверяли. Там вопрос был еще в том… Так, я, наверное, вот сюда сейчас пройду. Вопрос был еще в том, что необходимо совместить ручные проверки а-ля Postman, да, вот как вот это дергается, собственно, с автоматизацией. Ну, их можно немножко разделить. То есть, ну, условно, у нас как бы мы тоже проверяем через Postman, делаем какие-то ручные проверки там для быстрых каких-то проверок, а дальше уже пишем, ну, нормальную обвязку автотестов, которые, ну, там, на постоянку проверяют дальше эти сервисы. То есть, мы когда деплоим, у нас запускаются автотесты обязательно, это, ну, шаг, что он должен пройти успешно. Но при этом, когда приходит новый функционал, да, мы тоже проверяем там через Postman, чтобы быстрее проверить. Ну, как бы оно работает. Ага. Ну, тут как бы у нас ребята, они написали преобразовалку, там, вот, HTTP, и, собственно, запросы в сообщение на Кавку. Они написали, но, собственно, она сообщение отправляет, а читать пока не очень умеет. Там, по-моему, те же самые методы. Ну, в смысле, там вот это вот, собственно, то, что отправляет, оно умеет отчитать. Там единственное, ну, то, что надо вычитывать, что это именно то сообщение. Ну, то есть у нас вот мы столкнулись с проблемой, что если это какой-то интеграционный стенд, то у нас воруются общения. Вот, то есть мы отправляем, а какая-то другая система, по факту, своробала, ну, потому что у нас свои очереди. Вот, поэтому мы выделили отдельный стенд, на котором, ну, то есть проверяем, по факту, наполовину на заглушках, но потом дальше уже выходим в интеграцию. Угу. Ну, отдельный стенд. Вот, я не знаю. Так, пожалуйста. Небольшой комментарий по поводу того, как избежать воровства. Это, скажем так, из позапрошлой жизни вариант, что все деплоится через CICD. Вот, соответственно, все настройки Kafka, они шаблонизированы. Вот, и в том числе все инструменты тестирования, у них конфиги шаблонизированы. В результате, ну, нет возможности у тестировщика уйти и украсть что-то из другой тестовой среды, из другого стенда, просто потому, что не он конфиги ставит, и не он определяет, куда ходить. А, нет, там просто один единый интеграционный стенд, вот, и условно есть мы, кто отправляет там свои какие-то локальные тесты, а есть еще куча команд, которые там тоже с этими же самыми очередями работают, и поэтому они к ним, ну, подсоединяются. Ну да, если очереди общие, то да, без варианта. А так вообще просто для разных видов тестирования, разные стенды, разная очередь, это реально помогает. Спасибо. Извиняюсь, а можно задать, возможно, глупый вопрос? Вот, ну, с точки зрения разработки и с точки зрения пирамиды тестирования, чем на более низком уровне мы производим тестирование, тем лучше. Может вообще максимально уйти от кавки, сделать свой мок, да, сделать в моке каких-то других сервисов о кавке и протестировать все на таком уровне. То есть у нас есть, безусловно, интеграционные тесты, но это вишенка на торт, а все остальное тестировать вообще без кавки. Вы, ну, не пробовали у вас? Много ли есть тестов, пробовали вы что-то эмулировать? Просто, ну, вот, как у вас происходит? Или у вас именно на уровне интеграционных это все происходит? То есть кавка используется, заглушек минимум, то есть идут реальные запросы просто без юайки. Это ко мне или к Тамаре? Это к вам, к вам, да, как у вас реализовано. То есть просто у Тамары есть наболевшая проблема пока без решения, а у вас есть решение, поэтому хочется о нем услышать поподробнее. Ну, нет, как бы мы по факту… Ну, мы решили просто для себя проверять, что вот именно проверка сервиса, чтобы обязательно была. То есть можно проверять условно вызов хранимок, это как бы тоже работает, но еще мы ловили проблемы, что там не соответствует того, что на сервисе и, ну, короче, расхождение, поэтому мы решили чуть-чуть там на слой выше, чтобы вот это сквозно… Ну, то есть она все равно не до конца интеграция, потому что мы все равно там какие-то сообщения сами эмулируем, то есть… Но глобально мы все равно проверяем обвязку сервис плюс процедуру, ну, и передаем сервис, как бы это осознанно было сделано. Да, спасибо большое. А я вот, если честно, проблему так и не понял. То есть можно как-то в конкретику, да, то есть… Ну, потому что сейчас пока решение, типа, просто берешь и тестируешь. Вот чтобы решение было не такое, нужно понять, в чем проблема. Ну, проблема в том, что… Ну, опять-таки, да, может быть… Я буду сейчас повторять то же самое, что сказала до этого. Ну, давайте, я сейчас вас отключу. Значит, две подсистемы, взаимодействие между ними обычно проверяется постманом. Сейчас решили делать автоматизацию. А можно еще вот немножко в конкретику? Вот есть две подсистемы, А и Б, да? Да. В каких они взаимоотношениях находятся? То есть она зависима от другой, или может как-то название у них есть, какие-то другие более… Ну, одна, допустим, нормативно-справочная информация, и это, наверное, ответит на большинство вопросов, да, потому что… Нет. Хорошо. Одна система получает исходные данные в непотребном виде, начинает это все парсить, преобразовывать, обращаясь ко второй системе, собственно, за классифицированными значениями, ну, например, по адресу. Это HTTP обращение. Ну, в Kafka у нас эти все запросы идут. Так, в Kafka. Хорошо. Есть синхронные, есть несинхронные методы, но вот мы сейчас говорим про синхрон по Kafka. А как она синхронно обращается? Она делает некую заявку, потом ждет ответа? Да. Отправляется запрос в разные топики, собственно, по разным запросам. Так, хорошо. И мы хотим тестировать связку этих двух систем, или какую-то одну из них? Ну, получается, мы, разработчики системы А, подсистема А, обращаемся, ну, собственно, мы тестируем свою подсистему плюс связку. Вторая подсистема нас не очень интересует. Нам важно, чтобы нам просто отвечали корректно. Если мы говорим про систему А, которую мы тестируем, то мы можем поднять некий mock-системы B, который слушает эту самую Kafka, отвечает примерно по какому-то принципу на эти запросы. Вот если система B какая-то простая, ну, ладно, это уже интеграционный тест. Если, опять же, если у нас, как бы мы хотим систему А тестировать, ставим этот mock, он слушает Kafka, отвечает на запрос. Каким-то предсказуемым образом. Ну, ожидаемым, да. Так, в чем проблема? А как автоматизировать? Потому что частично получается, что вот ребята написали преобразовалку, да, которая, собственно, запросы в сообщение в Kafka преобразует, но при этом оно пока не читает. А на чем у вас автоматизация? Ой, хороший вопрос. Python умеет? Ну, собственно, преобразовалка на HTTP. Сейчас, секунду. Где у меня тут? Не, я не скажу. Ну, там какой-то язык программирования есть у вас, типа? Ну, конечно, есть. А какой? Нет, ну, в смысле, технологический стекл самой разработки. Не разработки. Автоматизация-то же тоже разработка? Это же код, наверное, Python. Ну, вот вам нужно на Python написать некий код, который будет слать в Kafka и читать в Kafka. Если мы говорим про Moog, вы пишете, условно, отдельный сервис на чем угодно, который, опять же, умеет читать в Kafka, писать в Kafka. Сетапите. Опять же, либо пишите сами, да, либо кого-то просите. Такое тоже бывает. Вот, не знаю, печеньки приносите, там умаляется человек. Ну, и все. То есть, как бы здесь как будто бы… Ну, код у вас есть, способ взаимодействия с Kafka есть во всех языках. В Python тоже. Да, есть. В Python тоже. И в Java есть, по-моему. Ну, в Java понятно, Kafka сама на Java. Там вообще, на самом деле, стек очень специфический. Там какие-то баш-скрипты и вот это все. Короче, ну, и просто тестируйте. То есть, как бы, если, опять же, у нас один тест. Вот одна эта штука, и вторая, вот, Moog делаем для нее. Вот. Я не знаю, есть ли какие-то готовые инструменты. Типа вот, чтобы просто его как-то настроить, сконфигурировать. Как вот с HTTP очень много. Но, кажется, можно нагуглить. Лайфхак еще какой-то, скажу. Типа, если тяжело писать такие вещи, ну, потому что, какая-то новая технология, непонятно, что вообще за Kafka. Чат GPT открываете и прямо вместе с ним пишете. Это реально работает очень хорошо. Типа, прям, даете проблематику и там по строчке потихонечку. Скрипт небольшой у вас получится, как бы, поэтому можно. Еще, наверное, я бы рекомендовал прочесть какую-нибудь книжку про Kafka, если, как бы, есть некие сомнения, что вы ее понимаете, потому что практика показывает, что все думают, что понимают, а потом оказывается, что, ну, не совсем. Как бы, Kafka это даже не очередь, если, как бы, откровенно говорить. И что еще могу посоветовать? Если возвращаться к интеграции, мы хотим две эти штуки вместе тестировать. Тут надо смотреть, что, как бы, что-то снаружи должно у них приходить. Вы их тоже обе поднимаете где-то на каком-то стенде. Зависит от того, насколько они изолированы там друг от друга, от всего остального. Ну, просто поднимаете на стенде, гоняете туда что-то и получаете что-то в ответ. Не знаю. То есть, опять же, нужно, как бы, смотреть, что у вас там в реальности происходит. А, собственно, у вас как-то это организовано? Приходите на доклад завтра. Если в двух словах, мы со стороны Kafka, у нас есть юнит-тест. Я вообще разработчик. Вот, у нас есть юнит-тесты, вот, как товарищ предлагал, нижний уровень. Вот, нижний уровень тестирования. То есть, мы просто, как бы, уже без всякой Kafka понимаем, что мы там, типа, из кода отправили то, что надо отправить, или, там, допустим, получили то, что должны получить, и как код с этим справляется. Если говорить про интеграцию, у нас, мы в целом не тестируем сервис изолированный друг от друга, мы собрали такой мега-тестовый стенд, где все-все есть, где есть Kafka, где есть база данных и прочее, где решена проблема перехватывания чужими скриптами, скажем так, этих данных. Вот, и мы тестируем вообще все вместе. То есть, полный end-to-end. И вот мы хотим end-to-end, ну, потому что, типа, Kafka нам зачем? Она нам не нужна, нам нужно, чтобы функционал работал. Пользователю эта Kafka вот вообще неинтересна. Ему интересно, чтобы он кнопку нажал и произошел то, что он хочет. Вот. Соответственно, мы этот, как бы, сценарий тестируем весь. Как бы у нас вот прямо все вместе. Ну и все. И все. Хорошо. Есть что добавить по автоматизации? Интеграции по Kafka? А вам есть что сказать? Совсем? Антон? Скажи. Да, наверное, с моей стороны тоже добавить нечего. Потому что, ну, Kafka тестировать точно не нужно. Она точно работает. В любом случае, это вне нашего скупа. Я в последнее время очень часто общаюсь с руководителем от нашего заказчика, который рассказывает о том, что Kafka верить нельзя. Вообще никому нельзя верить. Вот он придерживается исключительно этого подхода. Kafka верить нельзя. Да, разработчики неправильно все программируют. Очередь забивается. Очередь в его голове исключительно. Ну, вот он все, Kafka это очередь. И исключительно эскалатор, где люди поднимаются на нем и разбирается очередь. Мы каждый раз на это все смотрим. Думают, вот, а как ему объяснить, как это на самом деле работает, пока не нашли выхода из ситуации. Ну, это, да, наверное, вне нашего скупа обсуждения. Но вопрос на самом деле хороший. Действительно, метафора, с одной стороны, очень мощный инструмент, с другой, бывает упрощение до модели, а бывает упрощение до ошибки. И некоторые метафоры очень наглядны, но упрощают до ошибки. Ну, тогда это, в общем-то, одна из задач команды, помочь продуктоверу, помочь стейкхолдерам как-то на пальцах, поднять их технический уровень, чтобы они видели проблемы. Возможно, стейкхолдеры по-своему правы. То есть мы как-то должны понять их бизнес-потребность. Возможно, просто им не нужна кавка. Возможно, им нужен экскалатор. Вот и найдите для них экскалатор, и он действительно решит все их проблемы. Ну, а тестировать... Им нужен воздушный зазор. Значит, будем искать его. Я даже не знаю, что тут добавить. Пишем в гугле, где срочно найти воздушный зазор и искать подобных специалистов. Воздушный зазор – это терминология исключительно госзаказчика. Да. Когда нет никакой гальваники между подсистемами, и одна подсистема формирует файл и позволяет выгрузить на внешний носитель, а другая умеет это все... Должна с ним работать. При загрузке с флешки этого файла должна все правильно распарсить и разложить. Ну да, и синхронизация нет. Вот это называется воздушный зазор. А тогда получается, что я с таким сталкивался, но не знал такой терминологии. Чтобы еще было понимание, что человек, который будет переносить это все на флешки, называется биодиод. О-о-о. Хорошая терминология, да. Ну и, наверное, да, самое ведь главное – это локализовать ошибку. Поэтому чем больше мы покроем юнит-тестами, чем больше мы применим МОКИ, тем лучше, тем просто будет качественнее локализация дефекта, и тем проще и стабильнее будут автотесты. А вот как сюда привлечь ручных тестировщиков, аналитиков, трейсабилити-матрицу – это уже тема большой отдельной дискуссии, потому что иначе классика жанра. Мы либо дублируем проверки на всех уровнях, начиная от низкоуровневых юнит-тестов, заканчивая интеграцией и ручным тестированием, либо вот в этих серых зонах мы все дружно надеемся друг на друга, а в итоге тестирование не происходит в принципе. И накануне релиза выясняется классика жанра. Поэтому здесь нужны именно процессные, процедурные механизмы, мне кажется. Обязательно трейсабилити-матрица, разбиение, скажем так, ручных тест-кейсов, понятных бизнесу, на атомарные автоматизированные, следование правилу свеи и рул, попытка и попытка все проверки опустить на как более низкий уровень. Опять же, на словах это уже не просто звучит, на деле звучит все гораздо еще сложнее, но общий вектор даже такой, а дальше, да, глаза боятся, руки делают. Мне кажется так, может быть, коллеги дополнят. Я хочу прямо вступить в дискуссию, потому что вот вы дважды уже повторяли, уже трижды получается, да, что надо спускать все проверки на нижний уровень, юнит-тест, это абсолютное благо, это очень хорошо и только так и нужно. Эта штука как минимум спорна, потому что, например, я придерживаюсь скорее противоположной диалоги, что надо тестировать в первую очередь, на самом деле, то, что делает пользователь. Ну, скажем, чем выше мы тестируем, тем у нас получается проще тест, да, тем больше всяких кейсов интересных он может покрыть, потому что можно придумать и сталкиваться на практике с огромным количеством всяких кейсов, когда, ну, на нижнем уровне все работает замечательно, а на верхнем она просто не интегрируется вот по любой причине. У нас может кавка упасть, у нас может подрядчик упасть. В нашем тестовом стенде, например, есть такой кейс, что мы тестируем даже и подрядчиков. То есть, опять же, кусочек доклада, буквально скажу свою байку, потому что не факт, что в тайминг влезу рассказать, но где ты ее должен рассказать. История следующая. Вот у нас есть наш тестовый стенд, и он синтегрирован со всеми другими тестовыми стендами наших подрядчиков. Подрядчиков у нас всяких много. Кто-то там шляет смс-ки для нас, кто-то пуши там и так далее. Вот. И вот это все вместе как бы синтегрировано, у нас получается такая как бы некий такой тестовый продакшн. То есть он прям работает весь, там ни единого мока нету, там в целом как бы вся система работает как бы на каких-то кейсах. И вот у нас было несколько случаев, когда у нас тестирование вставало, что-то ломалось, мы такие, что случилось? Начинаем разбираться, а этот подрядчик катнул на свой тестовый стенд, какой-то новый функционал. И у нас все встало. Мы ему пишем, что с дела, а этот чувак уже руку с кнопки в диплой в прот убирает, такой, ну сейчас мы посмотрим. И вот тем самым мы как бы спасли продакшн от как бы слома подрядчика. Мы как бы выступили с тестовым стендом подрядчика, он выступает нашим тестовым стендом. И вот такие тесты никакими нижним уровнем вообще не покроешь. То есть они тоже нужны, тоже нужны, тут вообще без вариантов. Но важно не забывать про то, что как бы вот сверху тоже посмотреть. Это очень важно. А можно я чуть-чуть помешаюсь? А не было обратной ситуации, когда наоборот, ну то есть именно из-за того, что это интеграционный тестовый стенд, были какие-то проблемы, которых не было бы на проме, потому что это просто особенность тестового стенда, что кто-то залил какую-то фичу, которая не пойдет на прот. Конечно, смотрите, вот чем хороши тесты нижнего уровня, просто эта штука, она не такая, она не идеальна, не так, не так, есть плюс-минус. Тесты нижнего уровня, они отлично автоматизируются, они стабильны, в первую очередь. Чем они чистые, более чистые, тем они более стабильны. Это клево, потому что, ну, воспроизводим, можно в космосе запускать, в целом в голове при желании, там, и не тесты можно крутить. Вот. Тесты высокого уровня, они менее стабильны. Чем выше, тем менее они станут стабильны, тем более прочее. Вот в какой-то момент это возможности становится вообще нереально работать. Наши тесты флакают, наши тесты высокого уровня, но делают это нечасто. И в целом у нас есть некая поддержка, у нас пиодичка что-то ломается, и специальные люди идут просто разбираться, чинить тесты. Типа, мы в этом живем, мы это понимаем, переживать сильно, слишком сильно. И как бы мы имеем в виду. Но в целом бывает, как бы мы катим на прот, понимая, ага, тест упал, я знаю какой тест упал, знаю почему, поехали, не страшно, там разберемся на проте, да тестируем. Вот. Но при этом, опять же, если они проходят, если они все-таки проходят, что тоже не то, что косметические события, это часто происходит, почти постоянно. Если они все-таки проходят, у нас гораздо больше уверенности, чем у нас вот эти зелененькие юнитесты все прошли. Но они всегда проходят, но типа тут как бы вот так вот. Разработчик сам пишет юнитесты так, чтобы они всегда проходили? Ну, конечно. ChatGPT тесты, кстати, хорошо пишет. Не понял уточнений вот это что-то. Ну, с формулируем. Бывает ситуация, что даже какие-то верхние уровни тесты, нижние, то есть даже юнитесты, вот именно взаимодействие, оно все равно не всегда работает. И вот, ну, например, у нас тоже есть интеграционный стенд, и мы часто ловим проблемы, что кто-то к нам пришел со словами, что типа у нас тут не работает, а они там, не знаю, сами сделали кривые данные. Ну, то есть это типичная ошибка. Вот. Или там сами куда-то обратились, какой-то, не знаю, подсистеме, которая выключена, и там все знают, что она выключена, а они нет. Вот. И там, не знаю, дефекты первого приоритета, блокер, там все дела. Вот. А как бы, а проблемы нет. Ну, то есть, не возникает таких ситуаций у вас? Повезло. К сожалению или счастью, мне эта проблематика незнакома. Да, во-первых, у нас все системы включены. Это вот одна из фишек нашего теста стенда. То есть там прям все есть. Это реально такое, в целом, если что, можно в прот катить, переживать. Ну, это не прот, но вот там все есть. Вот весь функционал, который доступен пользователю, есть на этой системе. Вот. Поэтому как бы мы специально отходим от ситуации, когда что-то там замок, оно что-то наполовину работает, вот стараемся, чтобы такого не было. Вот. А если мы говорим про именно, ну, не знаю, ну, как бы, я просто не могу, что-то сказать. Надо как-то людей дружить, чтобы люди общались больше. Обычно вот это помогает. Позвольте, я добавлю пару комментариев. Не могу не согласиться с предыдущим оратором, но в общем виде, то есть получается, что нам всегда и все нужно считать. То есть есть некий оптимум, не знаю, причем для каждой задачи и на каждом этапе ее эволюции. Вот здесь сейчас оптимум, это там 95% усилий на юнит-тесты, а на каком-то другом проекте и на другом этапе его развития это может быть 80-70, там, да, или какая-то другая процентовка. И здесь нужно считать рои, как всегда. То есть сколько у нас уходит инвестиций на поддержание в актуальном состоянии стенда, на его функционирование, на его обновление, на локализацию дефекта, да, потому что с юнит-тестом у нас локализация дефекта, да, ну, как правило, самая дешевая. И так далее. Насколько критичные дефекты мы находим одним способом и другим, там, то есть здесь все нужно считать. А вот что касается подсистем, то на самом деле есть классическая рекомендация, как работать с любыми подсистемами, даже от сторонних производителей, то есть не только от других команд в рамках там вашей организации. Вы их покрываете, ну, назовем это так, либо низкоуровневыми, там, скажем, ну, либо высокоуровневыми юнит-тестами, либо, ну, в общем, условно, фасад этой подсистемы покрываете юнит-тестами, чужой. Для чего это сделано? Вот именно для того, чтобы избежать таких ошибок. Первый плюс. Нам ведь все равно нужно изучить эту подсистему. Как любой разработчик изучает любой API? По сути, он начинает его использовать. И с первой попытки все равно у нас это использование не получается. То есть мы в любом случае, что такое использование, это тот же юнит-тест. Мы 25 способами использовали это API. Просто мы это можем формализовать в виде набора юнит-тестов, а можем просто выбросить и написать уже, ну, непосредственно код, интегрировать его в нашу систему. Вот мы использовали там подсистему B. То есть у нас получается, что трат дополнительных по времени, они стремятся к нулю. Мы имеем юнит-тесты. Мы эти юнит-тесты можем использовать прямо как help, как юз-кейсы. И самое главное, как только, если только эта подсистема обновится, неважно, это может быть вообще там даже стандартная библиотека некая, нам все равно нужно научиться и пользоваться, нам нужно сделать пометки, как именно мы планируем ее использовать, и нам желательно иметь гарантии, что она случайно не изменилась. И вот для этого часто используется написание, естественно, не исчерпывающего покрытия, а только того высокоуровневого функционала, который мы используем, той вершины айсберга. И вот у нас есть юнит-тесты, которые решают ту проблему, о которой вы говорили, и стоят даже не дешевле, они бесплатны, потому что мы, по сути, наш proof of concept трансформировали в них. Вот это одна из рекомендаций, которая встречается в литературе, ну, наверное, впервые я в середине 90-х увидел, вот как только начали практиковать экстремальное программирование и активное юнит-тестирование в современном понимании. Поэтому, мне кажется, нужно просто считать. Нет, и безусловно, зря это есть метафора пирамиды, что все уровни нужны. Вопрос, насколько она будет там вытянутой, суженной там и так далее. Мне кажется, так. Давайте так, современные ребята пирамиды уже по-разному рисуют, и перевернутой, и обычной, и не пирамидой вовсе. Это уже, опять же, штука, которая подвергается там сомнениям и прочее. Несколько было мыслей, о которых хочу заметить. Первое, по поводу стоимости. В целом стоимость считать, если мы сравним юнит-тесты и не юнит-тесты по стоимости интеграционные, на мой взгляд, интеграционные тесты у них по стоимости довольно высокий порог входа, потому что нужен некий стенд, нужно что-то как-то подготовить, ну, нужна какая-то система интегрированная, какую-то обвязку, написать что-то такое. Но после того, как это проделано, интеграционные тесты обычно проще пишутся и быстрее, ну, и дешевле, просто потому что, ну, что там тесты, типа, URL дернул, результат получил, а там по факту типа 800 подсистем каких-то вызвались, вот, и так далее. Извиняюсь, а на мой взгляд, самое дорогое, это 99% стоимости, это стоимость локализации дефекта. Юнит-тестом стоимость локализации дефекта при хорошем покрытии, send. Я вот сразу знаю точку и что исправить. Это правда. Смотрите, но если мы говорим, что мы хотим искать дефект, это значит, что мы знаем, что он есть. Если у нас юнит-тесты как-то дефект не нашли, то лучше мне, что если у меня будет какой-то интеграционный тест, который хотя бы скажет, что он есть. Можно, конечно, по-разному относиться, можно думать о том, что в целом, типа, я о нем не знаю, лучше сплю, иногда так и бывает, потому что большинство дефектов, будем откровенны, они отправляются в бэклок, там и погибают. Ну, это реальность. А так мы о нем знаем, как переживаем, нервничаем на работе и прочее. И как бы я говорю о том, что если мы решаем вообще делать интеграционные тесты, тогда действительно у нас этот верхний уровень отсутствует, стоимость там ноль. Если мы хоть один из них решим написать, то у нас стоимость какая-то высокая, но, кажется, следующий будет дешевле, и поэтому глупо этим не пользоваться. Я бы добавлял, 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 потому что они пишутся быстро, они найдут что-то, что унитест не нашли. Это такая подстраховка в каком-то смысле. Унитест – клевая штука, но, опять же, не все найдут. Опять же, тут еще вопрос терминологии, потому что, когда мы пошли дальше и начали обсуждать вопрос, скажем так, покрытия тестами подрядчиков, потому что, насколько я понимаю, вот это вы предлагаете, вы говорите это унитесты, и, ну, как бы, мне кажется, по терминологии это не юнит, то это все-таки какая-то интеграция, подрядчик, контракт, например, да. То есть, ну, проблема, в принципе, и, мне кажется, есть в индустрии проблема. Есть много разных слов. Юнит интеграционный, приемочный, что-то еще. И у всех это по-разному значит. Это у каждого какое-то свое значение. Вот мы говорим юнит, я говорю, я одно имею в виду, я имею в виду другое, этот человек будет третьим. Ну, это реально проблема. И идея интересная, хорошая, клевая. Я не сказал, что прям ноль стоимость, но можно согласиться, что она не очень высокая, если есть, как бы, если это уже второй подрядчик, если есть какая-то инфра, которая это все может гонять. Вот. Но есть один нюанс, с которым я лично сталкиваюсь. Все подрядчики, люди своеобразные, и технологии у них тоже своеобразные, и подрядчики, с которыми я работаю, часто с ними нельзя такое провернуть, потому что не хватает способов управления стейтом. Типа у них вот есть какая-то база данных, вы туда можете писать, например, удалять не можете. И если вы не можете туда удалять, вы просто типа этими юнит-тестами вы ему положите базу на третий день, потому что они будут там гоняться, гоняться и прочее. И таких подрядчиков с очень странными опишками, где вы не имеете какого-то контроля прямого, очень много на самом деле. И хорошо, если у вас они не такие и прочее. Если они могут типа какой-то тестовый стенд по запросу развернуть, чисто под вас. Вот у нас ни одного такого не было. У нас всех были тестовые стенды какие-то. Единственные на всех. Вот они какие-то тестовые контуры. Еще хорошо, если его получилось получить. Часто вообще там типа ну вот прот, вот удачи вам в целом. А то, что нельзя верить API-шке подрядчика и вообще на все проверять, тут я на 100% согласен, просто потому что надо прям тестировать, прям проводить, приемку прям проводить. Это всегда надо. Это ужасно. Антон, а может такой вот вопрос? А вот ты вот говоришь, что вот подрядчики надо ну как-то себе подушку безопасности подстелить, что если еще. А как ты считаешь, вот если мы используем какой-то общий сервис, он общий на все. Например, то же самое авторизация для сайта. Нужно ли себя под, ну как бы, подушечку такую подложить или все-таки не надо? Ведь если она условно, они там что-то поменяют, там тот же самый там алгоритм какого-нибудь токенизации, он не тот токен пришлет или не тем алгоритмом обработает, то упадет не только у тебя, но и у всех нас. Это же будет общая проблема. Да, хороший вопрос. Скажем так, я понимаю, что этот ответ наверняка особенно технарей очень утомляет, но надо считать, то есть сколько мы инвестировали, да, и сколько мы можем получить взамен. Если мы все равно должны разобраться с этой опишкой, и получается, мы все равно потратили, неважно, человека день, чтобы с ней чуть-чуть поиграть. Ну давайте потратим на час больше, трансформируем это, это же не должно быть исчерпывающим тестированием, в пять условных, там, неважно, как их называть, высокоуровневый юнит-тест или интеграционный, или системный, не знаю. Но у нас этот опыт точно запротоколирован, он в кодовой базе, он структурирован, и мы его можем использовать не только как хелп, но и запустить. И мы увидим, да, нам ведь не важно, что он в общем виде не работает, вот мы, например, да, из этого сервиса все равно используем какое-то подмножество, даже из самого базового. И вот мы точно знаем, что либо оно точно работает, то, что наши тесты проходят, пусть он в общем виде лег, но вот наши пять тестов проходят, а мы используем только тем способом, которым отразили в этих пяти тестах. Значит, для нас он продолжил работать, а для всех остальных умер. И может быть наоборот, а вдруг мы настолько нетрадиционным способом его используем, это, конечно, другой вопрос, как мы так извратились, но может и наоборот быть. У всех все работает, а мы вот по каким-то причинам используем его эдак, и у нас он работать перестал. Ведь никто не, мы же все пишем приемлемое ПО, да, о чем мы уже говорили, то есть не идеальное, везде есть дефекты, и возможно, что вот команда посчитала этот дефект неприоритетным, либо вообще его не нашла, а мы используем его так странно, но используем, что вот для нас этот дефект критический. Поэтому, опять же, а может быть нам прямо предоставит команда все тесты, тогда, конечно, ну зачем изобретать велосипед, мы их и как хелп использовали, чтобы научиться, нам не нужен и человекодень, мы за полчаса изучили их юнит-тесты, там, ну, не важно, какие-то автотесты, и на их базе Ctrl-C, Ctrl-V у себя все, значит, запилили, запустили, и мы уверены, что все работает. Мне кажется, тут надо каждый раз вот думать о целесообразности, это не значит, что мы как менеджеры начинаем там формально считать, но хотя бы каждый раз вот себя по рукам бить, и прежде чем писать код, давайте вот две минуты, пока заваривается чай или кофе, подумаем, сколько мы сюда можем вложить, сколько хотим вложить, и что получим в замену. Наверное, так. Ну, у меня мнение немножко другое, на самом деле, я вот считаю то, что для общих сервисов, ну, типа авторизации или что-то вот такое, ну, все команды им пользуются, ну, это входная точно, условно, нужно выделять отдельную команду, которая, у которых эти, вот эти наборы холк-чеков, как говорится, есть, это не должна заниматься, вот, я пользуюсь авторизацией, у меня есть эти наборы тестов, а вот коллега мой, тоже пользуется, но ему нет. Это внутренний сервис или какой-то снаружи? Он общий, он общий, он авторизация. Но он общий в вашей компании или общий снаружи? Нет, это общий для любого стенда, то есть это одна точка. А кто этот сервис разрабатывает? Ну, например, другая компания. Другая компания, я понимаю. Ну, опять же, как бы, я рекомендую другим компаниям не доверять, то есть тут даже соседним отделом не всегда можно, надо как бы понимать, что они, конечно, получают за это деньги, наверное, какие-то или еще как-то, но другие компании имеют свойство ошибаться и что только не катить. И в целом, как бы, мы не знаем, как у них устроена инженерия, что там за люди сидят, хорошие там инженеры или нет, и что дальше. Тут в этом плане тесты не всегда помогут, да, потому что тесты, они нам как бы помогут только какой-то несовместимость API найти, но они могут просто прилечь на три дня, да, и как бы не будет у нас никакой авторизации. Тут надо вот по-другому риски, конечно, оценивать в целом, какую-то замену иметь, если вдруг что и прочее. Согласен, что надо, типа, считать, я только тут даже скажу не про деньги, а вот надо учитывать риски. То есть есть системы, вот, у каждого, мне кажется, на продакшене есть такие системы, которые, если упадут, да, ничего страшного, ну, то есть как бы, они могут полежать какое-то время, если это как бы единственный потребитель вот этой штуки, то можно в целом как бы не париться особо, можно вообще ни одного теста не написать, потому что это какой-нибудь там бэк-офис, а кто-то там пойдет чай попьет 15 минут лишних, пока она лежит, ничего страшного. Вот, но если эта штука такая, на которой там миллиарды долларов завязаны, какой-то продакшен, никто больше сможет авторизовываться, нужно иметь какой-то план B, причем не только по изменению API, да, еще если он в принципе упал, ну, это бывает. Потому что лежат все, ну, любые компании, Amazon лежит, Google лежит, то есть такое бывает. Не, ну, просто тут может быть, появится другая ситуация, как бы конфликтация команд, то есть ты условно лезешь в огород другой команды, и это очень может вылиться. А какой другой команды? То есть типа вот авторизация. Но она же другая компания. Другая компания, там сидят умные инженеры, они там посидели, потестировали все. Какой у вас конфликт, если они вообще где-то в другом месте уж не общаетесь? Как общаемся? Интересно. Главное не признаваться. Не, ну, я просто как бы, ну, это естественное желание проверить, теперь проверить. Понятно, что можно по-разному подавать, но никогда еще не было у меня каких-либо конфликтов, связанных с тем, что мы баг нашли у другой компании, там, или там, не знаю, или как-то проверили. То есть не было у нас разговоров, типа, ты что, меня не уважаешь? Типа, будешь тестировать мою разработку? Ну, типа, это странно в индустрии, не понимаю. Ну, не знаю, я просто придерживаюсь такой позиции, что там есть люди, там они едят свой хлеб, они как-то протестировали, неважно, как там, хорошо или плохо. Это их. Это замечательная позиция. Я прям рад, что вы еще в этой стадии, да, потому что есть две, это, как говорится, люди не делают бэкапы, которые еще не делают бэкапы, и уже делают. Вот однажды, возможно, в вашей карьере наступит какая-то точка, когда вы пересмотрите свое мнение на этот вопрос, вот, но очень здорово, что пока она не наступила. То есть, ну, возможно, она не наступит, и это, ну, значит, индустрия идет в каком-то правильном направлении. Но в моей, как бы, жизни профессиональной эта точка уже наступила, и много точек после нее. Вот, и после этого я, к сожалению, так не могу относиться. Да, я тоже добавлю, что вендору доверять нельзя вообще никогда. Ну, у нас очень много было проблем с вендором, что вот просто зуб даю, что типа все отлично, все будет работать, ты проверяешь, а там просто дефект на дефекте. Так что да. Ну, у нас, собственно, тоже ситуация крайне печальная, потому что у нас вот одна из подсистем, которая B вначале рассматривали, они в нарушении всех системных соглашений, то есть формата взаимодействия, начинают со своей стороны трактовать и раскладывать эти адреса по-своему, обвиняя нас в том, что мы переслали не весь адрес целиком. Потом в одностороннем порядке они вводят ограничения по скорости ответа, они в одностороннем порядке вводят ограничения на погенизацию, на пейджинг. Я вам сразу больше скажу. Если вот вы считаете, что вот вы с кем-то интегрированы, а кто-то, скорее всего, интегрированы с вами. И вот если вы считаете, что те люди, которые интегрированы с вами, считают вас хорошими людьми, вы не правы. Короче, есть книжка, да, про то, как разговаривать с деками. Вот. И я, прочитав эту книжку, ну, понятно, что это нон-фикшн, что там много очень воды. Но одну мысль я вынесла, что я для этого товарища ровно такой же. Вот, ну, ровно такой же. Поэтому вот насколько они для нас плохие сейчас, и в одностороннем порядке там пытаются что-то для себя хорошее сделать, для нас, ну, то есть мы для них ровно такие же. Абсолютно. Здесь вот даже сомнений нет, потому что у нас уже открытая конфронтация. Мы уже там пуляемся. И другой момент, что у нас это аргументировано. Да? Как бы мы там подкрепляем, вот показываем, что... А у них это всё немножечко на словах. Но опять-таки в своих глазах они, естественно, уверены в том, что они... Надо больше общаться и дружить друг с другом. Ну, вот тут вот немножечко... Вот здесь прям сложность. Полюбите их первыми. Мы пытались. Продолжайте. Сейчас это всё перешло на новую стадию. Мы любим им мозги. Звучит неоднозначно. Мы... Да, но мы... Теперь мы им любим мозги и вот каждый день... Прям вот такой... Не, на самом деле это действительно важно. Вот это понимание, что с той стороны тоже люди, они зла не желают обычно. То есть всегда есть какие-то обстоятельства, которые есть у всех, по которым вот это всё происходит. И принимая это внимание, можно идти на диалог и как-то стараться это дело адекватно разруливать. Понятно, держа в голове, что там всё равно ничего не поменяется или что-то такого плана, но в целом как бы старайтесь найти какой-то компромисс. Это помогает в целом в работе, в любой просто, потому что иначе будешь сидеть просто и всех ненавидеть вокруг, потому что все всегда косячат, что-то неправильно делают там и прочее. Вот. Надо понимать, что там тоже люди и главное, они вам зла не желают. То есть вряд ли там сидит какой-то чувак, который там планирует какие-то пятишаговые схемы, как вам сделать похуже. Так просто получается и возможно вы вместе можете проблему как-то порешать. Может у вас одна и та же проблема есть какая-то. Может вам надо куда-то это эскалировать, какую-то рабочую группу собрать общую. В бар сходить, не знаю. Мы уже пытались эскалировать. У нас, ну мы подрядчики, есть собственно головной исполнитель, ну там нет специалистов каких-либо. там только менеджеры. Вот. Мы эскалировали на них. В итоге это все, ну поскольку они, даже те архитекторы, которые там есть, они не всегда понимают суть проблемы, потому что не очень погружены в архитектуру каждой подсистемы, где и что, как происходит. Это вот начинается, у кого скриншот поубедительнее выглядит, там на той стороне мячик, те молодцы. Ну то есть это вот все, поэтому нельзя, вот, главная мысль, да, что во всей этой нашей автоматизации и во всей айти-шичке, как это называть, любят в последнее время, вот, без психологии не обойтись. Без психологии взаимоотношений. Везде они без психологии не обойтись. Тут как бы важно понять, что айти-то не какой-то особый мир, там тоже люди, и с ними надо как-то общаться, то, к сожалению, роботов нет еще. Все так, все так. Ну что, на сим предлагаю завершить текущую дискуссию, спасибо вам большое. Мне кажется, мы от кавки немножко, конечно, ответвлились, но нормально. Да, это же зона свободных докладов, что хотим, то и творим. Вот, приходите еще, у нас сегодня на вечер попробуем устроить баттл на тему того, что разработчик с аналитиком там натворили, пускай сами и тестируют. Вот, поэтому здесь попробуем поиграть в эту историю. Спасибо. Следом у нас идет интервью. Все. Спасибо большое. Спасибо.